Мы приветствуем вас на канале все о стиральных машинах и водовой технике. Сегодня у нас топ 7 смартфонов до 10 тысяч рублей 2024 по отзывам покупателей Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие смартфоны до 10 тысяч рублей вы найдете в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Ну а наш рейтинг возглавляет смартфон Xiaomi Poco M5 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Здесь шустрый процессор, очень неплохая камера на 50 мегапикселей. И вообще хочу сказать, что данная модель по цене, тут даже до 9 получается тысяч рублей, не до 10. Но это вообще как бы редкость сейчас. Сейчас железо подорожало, и смартфоны с таким железом, они стоят подороже. Ну да, памяти оперативная может быть и немного, но зато камера очень-очень хорошая. То есть, если вы любите фотографировать, снимать видео, то данный вариант вам подойдет как нельзя лучше. Не смотрите на то, что выглядят эти камеры. Сейчас вроде как модно там огромные вот эти вот блоки там ставить, чтобы выглядели массивно, вроде как эти камеры там крупные линзы, все прочее. Но на самом деле видимость она обманчива. То есть, это модель с тоненьким корпусом, отличные линзы здесь стоят. Ну, то есть, вы оцените, сами поймете, о чем я говорю, когда попользуетесь таким смартфоном. Следующий вариант это у нас смартфон Realme C51. Здесь тоже 4 гигабайта оперативки, 128 гигабайт встроенной памяти. Неплохо он работает. Экран идет 6.74, IPS 90 герцовый. Неплохая картинка, конечно, не QLED, но извините за 8 926 рублей. И такой вариант очень и очень неплох. Двойная камера, основная 50 мегапикселей, но качество съемки чуть похуже, чем у, соответственно, Xiaomi аппарата, о котором мы говорили до этого. Хотя, в принципе, все они, возможно, собираются на одной сборочной линии. Процессор Unisoc Tiger T612. Неплохой, кстати, процессор. Но аккумулятор 5000 мАч. Было бы хотя бы 6, конечно, было бы хорошо для такого смартфона. Ну, вот так вот, как есть. В принципе, и поиграть на нем можно, если игры не тяжелые. И нормально, уверенно лазить в различных там соцсетях. То есть, проблем не испытаете. И не обязательно для этого переплачивать. Особенно, если вы не геймер, да, для вас игры это вообще редкость. То какой смысл, да, зачем платить там 10, 20, 30, 40 тысяч за смартфон, когда можно за 8-926 взять хорошую машинку. На третьем месте у нас расположился неплохой очень даже смартфон. Сбалансированный в плане железо. Текноспарк 10. 4 гига оперативки. 128 встроены. Камеры у него примерно как у Realme. Ну, чуть-чуть может быть там похоже. Особенно это касается съемок динамичных. Да, вот видео. Ну, в принципе, как бы нормальные. То есть, если нужно просто что-то поснимать. Допустим, там какое-то домашнее видео. Либо картины природы. Ну, нормально, в принципе. У него экран 6,56 дюйма, разрешение 1612 на 720, IPS 90 Гц. В принципе, все те же характеристики, но процессор Mediatek Helio G37. Хороший, кстати, процессор. Более или менее. Ну, и стоимость приблизительно сопоставима. 8 760 рублей. Тоже в пределах десятки. Далее у нас идет четвертое место. Смартфон Infinix Hot 30 Play. У него оперативки идет уже 8. И встроены 128 гигов. У него чуть-чуть похуже камера, чем у наших двух лидеров. Первых, да, Xiaomi и Realme. Но зато у него батарея на 6000 мАч. Это прям чувствуется. Потому что держит он заряд реально дольше. Причем, если вот, допустим, активно играть в какую-нибудь там игру, либо пользоваться приложением, там, лазить, смотреть фильмы, что-то делать, то он реально на час больше работает. Это как бы довольно много. Двойная камера на 16 мегапикселей. Ну, и так себе. Mediatek Helio G37 процессор. Две симки. Так что телефон неплохой. Плюс цвет мне нравится. Вообще, дизайн у Infinix интересный. 9 781 рубль. Тоже цена считается сопоставимой. Далее идет у нас следующий вариант. Это смартфон Infinix Hot 30i. У него идет тоже 8 гигов оперативный, 128 встроенный. Он подешевле стоит. Из-за того, что стандартный аккумулятор на 5000 мАч. Плюс процессор Unisoc Tiger T606. Две симки у него идет. Камера тоже чуть похуже будет. И цена отличается незначительно. На 8366. Мне вот предыдущая модель зашла больше. Я бы лучше ее взял. Поэтому вот данная модель только на пятом месте. Следующий вариант это шестое место Xiaomi Redmi 12C. Уже в общем-то модель устаревшая. Но она снова набирает популярность и актуальность. Ввиду того, что у нас количество моделей на рынке поуменьшилось. Ну даже не так. Я бы сказал, что их не столько поуменьшилось. Сколько цены выросли настолько существенно. Что в общем-то обращают внимание не на те модели уже. Не на самые новые. Имеется в виду. 3 гигабайта оперативной. 64 встроенной. Неплохо он работает. Кстати, вот эта трешка работает. Ну вот как четырешка у предыдущих моделей. Это без преувеличения. Камера хорошая на 50 мегапикселей. Процессор MediaTek Helio G85. И соответственно разрешение идет 1650 на 720. И PS 60 герц. Вот экран бы если бы 90 хотя бы герц был. Было бы конечно гораздо лучше. Ну так вот как есть. Но зато цена согласитесь приятная. 6930 рублей. Ну и наконец на седьмом месте у нас расположился тоже уже как бы известный хорошо смартфон Xiaomi Redmi A2+. Моделька такая, что в общем одни скидывают. Да, потому что появилось возможно взять там смартфон за 20 тысяч плюс по цене. А те у кого средств особо нету покупают бэушную версию. Ну и новые тоже на рынке есть. Они распространены. Модель удачная, хорошая. Я вот не вижу смысла даже ее менять, если она у вас есть. Во-первых, как бы камера. Во-первых, как бы батарея для такого телефона. Да, 5000 мАч это нормально. Плюс процессор MediaTek Helio G36. Неплохой в сочетании с железом. Да, получается некоторые приложения он даже увереннее тянет. Чем модели, которые рассмотрены нами. Ну в частности чем техно. Ну и цена, да, 5044 рубля. Почему бы не взять? Ну например, ребенку там, если допустим у него смартфона нет. Либо не хотите тратить сильно деньги. То, соответственно, вот такой телефон подойдет вполне. Звонить там в соцсетях, сидеть, поиграть там иногда во что-то. То есть нормальный вариант. Ссылки на лучшие смартфоны до 10 тысяч рублей вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго.